Всемогущий Бог говорит Конец каждого определяется в соответствии с сущностью, которая проявляется в поведении и всегда определяется правильно. Никто не может понести на себе грехи другого человека. Никто не может принять наказание вместо другого. Это истинно. Любовь матери не значит, что она может вершить праведные дела за детей. Любовь ребенка не значит, что он может вершить праведные дела за родителей. В этом истинное значение слов. Когда будут двое на поле, одного возьмут, другого оставят. Две мельющие в жерновах, одну возьмут, другую оставят. Никто не может ввести своих нечестивых детей в покой на основании своей глубокой любви к ним. И никто не может ввести свою жену или мужа в покой на основании своего праведного поведения. Это постановление. Ни для кого не может быть исключений. Кто поступает праведно – праведник. Кто делает зло – нечестилиц. Кто поступает праведно – сможет выжить. А делающий зло будет уничтожен. Святые и святые, они не осквернены. Оскверненные осквернены. В них нет ничего святого. Все нечестивые будут уничтожены, и все праведные выживут. Даже если дети нечестивого – праведники, и если родители праведников – нечестивцы. Между верующим мужем и неверующей женой нет отношений, как нет между верующими детьми и неверующими родителями. Это два несовместимых типа. Пока человек не входит в покой, у него есть физическая родня. Но когда он вошел в покой, у него не остается физических родственников. Божья работа в последние дни состоит в том, чтобы разделить людей по роду их. Каждому он определяет исход и место назначения по его поведению и природе. Это неизменно и определяется Божьим праведным характером. Да. Наш долг – относиться к ближнему, следуя Божьим словам. Мы не можем на основании эмоций потакать даже нашим близким людям. Верно. Это оскорбляет истину и Божий характер. Да. Да, точно. Можно поделиться личным опытом? Отлично. Года три назад, в конце собрания, лидер сказал мне, «Твой отец ссорит братьев и сестер, и этим нарушает церковную жизнь». Мы с ним общались, предупреждали его, но он никак не кается. Братья и сестры говорят, что он и раньше так поступал, выполняя свой долг в других местах. Мы хотим собрать факты о его дурных поступках. Когда я это услышала, у меня сердце заледенело. Неужели все так плохо? Я вспомнила, как на собраниях он часто нарушал церковную жизнь, не принимал истину. Он не вел беседы о Божьих словах, а отвлекался на посторонние темы, мешал размышлять о Божьих словах. Я его предупреждала, но он в ответ представлял целую кучу оправданий. И тогда я рассказала церковному лидеру. Тот пообщался с моим отцом, помог ему и объяснил суть и последствия такого поведения. Папа не слушал, продолжал спорить, так и не раскаялся. А раз братья и сестры заметили, значит, теперь еще хуже. У нас в церкви была пара людей, которых пришлось изгнать. Они не практиковали истину, нарушали Божьи законы, не хотели покаяться. Если мой отец такой же, его тоже вышвырнут? Неужели на этом закончится его путь веры, а будет ли другой шанс на спасение? Я думала об этом. Мое сердце обливалось кровью. Той ночью я ворочалась, не могла уснуть. Думала, что говорили про моего отца. Люди пытаются защитить церковные устои, заботятся о вхождении других в жизнь. Это по Божьей воле. Да. Именно. Я сомневалась, стоит ли рассказать о поведении отца лидеру. В детстве он меня окружил заботой и отцовской любовью. Мы с братом бывало, подеремся. Папа защищал меня, и пусть даже я не права. Когда наступали морозы, он за сто километров привозил мне в школу теплые вещи. Мамы часто не бывало дома, и папа заботился обо мне, готовил еду. Я все время думала об этом и плакала. Как так? Папа меня вырастил. Если я его разоблачу, а он узнает, то он назовет меня бессердечной. И как мне после этого смотреть ему в глаза? Я уже начала писать письмо о его поведении, но решила, а вдруг из-за моего письма его вышвырнут из церкви? Нет, лучше не буду. Мне хотелось забыться сном, но я не могла сомкнуть глаз. Я чувствовала беспокойство и вину. Ведь он изменился к худшему, да и в прошлом у него были грехи. Если я промолчу, значит, я скрою истину. Во мне бушевал настоящий ураган, и тогда я обратилась к Богу. О, Боже! Мне ведомо о грехах моего отца. Я должна поддерживать церковную работу и быть правдивой во всем и со всеми. Но я боюсь, что тогда папу изгонят. Боже, просвети меня, чтобы я могла поступить поистине и поддержать работу церкви. Наверное. После молитвы наступило облегчение. Я прочла эти Божьи слова. Выклились заботиться о Божьем бремени и свидетельстве церкви. Кто поступает так? Спроси себя. Выказывал ты внимание к бремени Божьему? Можешь ли ты быть праведным ради Бога? Можешь ли ты подняться и выступить в мою поддержку? Способен ли ты неуклонно притворять истину в практику? Хватит ли тебе смелости бороться с сатанинскими действиями? Смог бы ты отбросить эмоции и разоблачить сатану ради моей правды? Можешь ли ты позволить моей воле исполниться в тебе? Откроешь ли ты сердце в трудный момент? Являешься ли ты человеком, который выполняет мою волю? Почаще спрашивай себя и думай об этом. Все люди живут эмоциями, и поэтому Бог никого не обходит стороной и раскрывает секреты, скрытые в сердцах всех людей. Почему же людям так трудно отстраниться от эмоций? Разве это выходит за стандарты сознания? Может ли сознание исполнить Божью волю? Может ли чувство помочь пройти через невзгоды? В Божьих глазах эмоции это его враг. Разве это не ясно выражено в словах Бога? На эти вопросы Божьих слов у меня не было ответа. Я понимала, что он не стремился к истине. Он мешал другим внимать Божьим словам. Он был полон предубеждений, осуждал других людей и сеял между ними раздор. Я не хотела видеть, что он нарушает вхождение моих братьев и сестер в жизнь. Я поэтому не стала откровенничать с лидером ради отца. Я не воплощала истину в жизнь и не учитывала Божью волю. Я думала о дурных людях, которых изгнали. Они нарушали церковную жизнь и не практиковали истину. Я гневалась и сурово их разоблачала, но не могла быть правдивой, когда речь зашла об отце. Выходит, мне не хватает чувства справедливости. Я не поддерживала церковь, не практиковала истину. Эмоции заставили меня выгораживать отца против принципов истины. Я поддерживала сатану и была врагом Бога. Осознав это, я стала каяться Богу. Я уберу эмоции и буду честной в отношении Папы. Да. После молитвы я вспомнила о его злых проявлениях и одно за другим указала. Служа диаконом-благовестником, он обозлился на брата Джана. Он судил и ущемлял его перед всеми братьями и сестрами. И брат Джан впал в напряжение и негатив. Лидер подрезал и исправлял, но отец не слушал. Братья и сестры указывали на проблемы, но он не принимал. Он пользовался чужими слабостями и повторял «Я давно уверовал, мне все понятно». Побуждал меня стремиться к мирскому, увидев, что я ищу истину и своим негативом мешал мне исполнять мой долг. Однажды он попал в аварию. Брат Линь зашел побеседовать, о том, какой урок можно извлечь из ситуации. Папа искажал факты и не слушал, а затем пустил слух, что брат Линь заходил над ним посмеяться. У некоторых братьев и сестер возникло предубеждение против брата Линя. Эти мысли вызвали у меня гнев, застали врасплох. И тогда я задалась вопросом, не злодей ли папа? Как это все сложно. Ведь я была уверена, что он верит в Бога, выполняет свой долг и способен страдать. Меня обманула внешность. Я думала, он верит в Бога и не пыталась распознать его поведение. Я была глупой и слепой. Я почувствовала вину за то, что поддавалась своим эмоциям. но прочитала эти Божьи слова. Те в церкви, кто дает волю ядовитым речам, те из братьев и сестер, кто распространяет слухи, сеет раздоры и формирует клики, должны быть исключены из церкви. Но эти люди ограничены, ведь ныне другая эпоха Божьей работы, потому что они обречены быть объектами для устранения. У всех совращенных сатаной развращенный характер. У некоторых людей есть только прельщенный характер, но есть и другие, не похожие на них в том, что у них не только развращенный сатанинский характер, но злобно до крайности и их природа. Все, что делает и говорит такой человек, не только выражение его прельщенного сатанинского характера, но и сами они истинные дьяволы. Их поведение прерывает и нарушает Божью работу, ухудшает вхождение братьев и сестер в жизнь и разрушает нормальную жизнь церкви. Эти волки в овечьей шкуре рано или поздно должны быть вычищены. К прислужникам сатаны нужно применять отношения никак невежливые, но отношения оставления. Только так встанешь на сторону Бога. А кто не может этого сделать, тот состоит в сговоре с сатаной. Верно. Сравнив поведение отца с Божьими словами, я увидела в нем не только развращенный характер, но злобную природу. Внешне он был полон рвения, мог пострадать ради своего долга, распространял Евангелие под угрозой гонений, но не мог принять истину, ненавидел ее. В его поступках проявлялась его злобная и коварная природа. Он был злым человеком, приверженцем сатаны, и его следовало изгнать. И хоть я и его дочь, но эмоции вредят. Я должна встать на сторону Бога, обличить сатану. Да. Я подумала о братьях и сестрах из моей группы, они его не распознавали. Он лукавил с ними, и мой долг разоблачить его козни. Потом я забеспокоилась. Кое-кого из них он привел к вере, у них добрые отношения. Я его разоблачу, а они обвинят меня, что я бессовестная и бессердечная, а если его выгонят и он утратит шанс спастись, ему будет больно. Эта мысль меня так напугала, что я отступила. Той ночью я лежала без сна и думала, если я не разоблачу лукавство своего отца и обманутые братья и сестры встанут на его сторону, то станут соучастниками его зла. Я вижу, как их вводят в заблуждение, но бездействую, я причиняю им вред. Я почувствовала угрызение совести и стала молиться так. Боже, я так волнуюсь. Пошли же мне веру и силу притворить истину и разоблачить этого дурного человека. Помолившись, я прочла отрывок из Божьих слов. Как Божьи слова учат относиться к ближним, любить то, что любит Бог, и ненавидеть то, что Бог ненавидит. Людей, которых Бог любит, которые всегда стремятся к истине и исполняют Божью волю, и ты должен любить. Тех, кто не исполняет Божью волю, кто ненавидит Бога, кто не послушен Ему и кто Ему ненавистен, тех и мы должны ненавидеть и отвергать. Вот чего требует Божье слово. В период благодати Господь Иисус сказал, «Кто Матерь Моя и кто Братья Мои? Ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат и сестра и матерь». Это изречение существовало уже в период благодати, и теперь Божьи слова еще более уместны. «Любите то, что любит Бог, и ненавидьте то, что Он ненавидит». В этом суть, но люди часто не способны оценить смысл этих слов. Если человек проклят Богом, но по всем внешним признакам кажется вполне хорошим, если он твой родитель или родственник, то ты, возможно, не можешь его ненавидеть, и между вами могут быть даже задушевные и близкие отношения. Ты слышишь это от Бога и расстраиваешься, и не можешь ожесточить свое сердце против близкого человека. Всему виной традиционные представления, тебя связывающие. ты думаешь, что если сделаешь так, то навлечешь на себя гнев небес, будешь наказан небом и даже отвергнут обществом, общественным мнением. И это бремя тяжким камнем ляжет на твою совесть. Муки совести происходят от того, чему тебя с детства учили родители, от влияния и заражения культуры и общества, которое укоренило в тебе такой образ мышления, что ты не можешь практиковать Божье Слово, любить то, что Бог любит и ненавидеть то, что Он ненавидит. Однако в душе ты знаешь, что должен ненавидеть и отвергать их, ибо твоя жизнь исходит от Бога, а не дана родителями. Человеку подобает поклоняться Богу и возвратиться к Нему. Даже если ты говоришь и думаешь так, ты просто не можешь образумиться и применить это на практике. Знаете ли вы, что происходит? Дело в том, что эти вещи связали тебя прочно и основательно. Сатана использует все это, чтобы связать твои мысли, твой ум и твое сердце, чтобы не дать тебе принять Божьи слова. Все это заполнило тебя без остатка, не оставив места для Божьих слов. Если ты попытаешься воплотить Его слова в жизнь, то все это будет действовать внутри тебя и породит конфликт с Его словами и требованиями, тем самым делая тебя неспособным выбраться из этих пут и освободиться из рабства. Я поняла тогда, что принцип отношения к людям – это любить то, что любит Бог, а то, что Бог ненавидит, ненавидит. К тем, кто любит истину и способен исполнять Божью волю, надо относиться с любовью. А злых людей, которые противятся Богу, мы должны ненавидеть. Только это соответствует Божьей воле. Аминь. Но когда дело касалось отца, мной управляли эмоции, и я покрывала его. Я не могла ненавидеть то, что Бог ненавидит. Всему виной ветхие сатанинские представления. Кровь не водится, и если есть душа, значит, есть и эмоции. Я не отличала добро от зла. Думала, что обличить дурное поведение отца – это позор. Боялась критики и осуждения. Защищая семью, я пренебрегала истиной, вхождением братьев и сестер в жизнь, работой дома Божия. Вот что было немыслимо и бесчеловечно. Да. Эти ветхие сатанинские представления мешали притворять истину в жизнь. Вынуждали невольно встать на сторону сатаны и противиться Богу. Ведь Бог не учит, что мы должны быть совестливы в своих отношениях с бесами и с плохими людьми или что аморально отказаться от родных, отдавшихся сатане. В век закона неверующие дети Иова умерли в несчастье, но Иов не заступился за них перед Богом и не поддавался эмоциям. Нет, он восхвалял Божье имя. Точно. В век благодати родители Петра всячески душили его веру. Он ушел из дома и отрекся от них и следовал за Богом, тем обретя Божью похвалу. Да. Обдумав опыт Иовы и Петра, я поняла Божье требование любить то, что любит Бог и ненавидеть то, что Он ненавидит. Благодарение Богу. Затем я прочитала еще один отрывок из Божьих слов. Кто Сатана, кто бесы и кто Божьи враги, как не те, которые противятся Богу и не верят в Бога? Разве не те, что непослушны Богу? Разве не те, что на словах заявляют о вере, но не имеют истины? Разве не те, что стремятся получить благословение, но не могут свидетельствовать о Боге? Ты по-прежнему водишься с этими бесами и относишься к ним по совести и с любовью. Разве ты не распространяешь благие намерения на сатану? Разве это не есть общение с демонами? Если ты совместим с теми, кто мне отвратителен и с кем я не соглашаюсь, и по-прежнему испытываешь к ним любовь и дружбу, разве ты мне послушан? Разве ты не противишься Богу? Разве такой человек обладает истиной? Если люди совестливы по отношению к врагам, любят бесов и жалеют сатану, разве они не намеренно нарушают Божью работу? Да. Прочитав это, я почувствовала себя такой несчастной и виноватой. Я знала, что мой отец ненавидит истину и всегда нарушал церковную жизнь и что его природа злая, но продолжала относиться к нему с любовью, покрывать и защищать его. Не это ли имел в виду Бог, говоря, ты распространяешь благие намерения на сатану? Верно. Разве я не шла против Бога и не нарушала работу церкви? Да. Да. В Доме Божьем правит истина и праведность, а злые силы сатаны, в том числе все дурные люди и антихристы, не могут оставаться там. Они должны быть отсеяны и вычищены из церкви. Так велит Божий праведный характер. Аминь. Аминь. Я покрывала дурного человека, чтобы он смог остаться в Божьем доме. Значит, я поощряла его нарушать церковную жизнь, помогала врагу и шла против Бога. Будь так и дальше, Бог и меня бы наказал с дурным человеком. И это осознание меня напугало. Божий праведный характер не терпит оскорблений. Покрывать лиходея исходя из личных чувств очень опасно. Я не могла руководствоваться чувствами. Это мой папа, но я должна практиковать истину, любить то, что любит Бог, ненавидеть то, что Он ненавидит. Аминь. Аминь. Я пришла на собрание группы и раскрыла людям правду о злых делах моего отца. Братья и сестры, которых он вел в заблуждение, начали распознавать его сущность. Да. Позднее выпустили уведомление о его изгнании. Я пришла домой и заговорила с ним. Он мне пренебрежительно ответил. Я давно знал, что меня вышвырнут. Я верил в Бога только ради благословений, а иначе давно бы утратил веру. Видя, что он не намерен раскаиваться, я убедилась, что его злая природа полностью проявилась. После его изгнания больше никто не мешал служению. Братья и сестры на собраниях читали Божьи слова и никто не мешал. Они выполняли свой долг и церковная жизнь приносила плоды. В Доме Божьем навсегда воцарилась истина и праведность. Притворяя истину в жизнь, мы обретаем Божье руководство. Аминь. А в отношении Отца я освободилась от личных эмоций, научилась притворять истину в жизнь и поддерживать церковь. И все это благодаря суду и обличению Божьих слов. Благодарение Богу. Благодарение Богу. Спасибо. Очень полезно. Большое спасибо. Спасибо.